Привет, я Макс, и у нас снова свежие новости. Компания LeaEco собирается выходить на рынок США уже этой осенью. Известно, что LeaEco уже осенью запускает в США два смартфона и даже свой потоковый видеосервис. Насчет видеосервиса я как-то сомневаюсь, что у них что-то получится ладное, так как на рынке США и так огромная конкуренция. Но вот недорогие смартфоны с красивой презентабельной оболочкой вполне могут быть популярны. Китайским фирмам смартфонов нелегко выходить за пределы Китая. Даже тому же Huawei или Xiaomi, которые уже, так сказать, тертые калачи, и то им сложно выйти на рынок США. Но LeaEco, чем отличаются от данных конкурентов, это тем, что они очень богаты. И из-за того, что являются самыми крупными поставщиками медиа-контентов Китая. Компания Samsung скоро покажет Smart Glow, умное свечение, альтернативу LED-индикатору. Новый индикатор на задней стороне представляет собой светящийся круг вокруг камеры, состоящий из разноцветных светодиодов, которые будут служить для того, чтобы уведомлять о пропущенных вызовах, либо сообщениях, либо еще что-нибудь. И вообще его можно будет настроить под себя, на любой цвет и вкус. Например, на сообщение один цвет, на пропущенный вызов другой. И еще одна функция, когда пользователь будет делать селфи на тыльную камеру смартфона, с функцией снимок по распознаванию лиц, и когда лица будут распознаны, будет мигать индикатор. И после будет сделан снимок. Я бы не назвал данную функцию альтернативу индикатора, просто это дополнительный индикатор. Да, и кстати, поговаривают, что Samsung все же хочет отказаться от Android. Хотя я мало представляю себе, как они будут существовать на своем тизине. Ну, как знать, посмотрим. Компания Xiaomi празднует 100 миллионную продажу смартфонов из серии Redmi. Данная линейка смартфонов была запущена не так давно. Три года назад, в 2013 году, данные устройства отличались и отличаются тем, что продаются по низкой стоимости. В данный момент есть куча смартфонов в данной линейке. Redmi 2, 3, Redmi Note Prime и всякие Pro версии. И неудивительно, что они так популярны. Ведь компания их продает практически по себе стоимость. И с такими превосходными свойствами. Да и выглядят данные смартфоны не как бюджетные. В общем-то, считаю, что это самая лучшая линейка смартфонов из Китая. И купив любой смартфон из данной линейки, точно не пожалеешь. На этом все. Спасибо за просмотр. И будьте в курсе всего нового. Удачи и пока.